Про икея вещает из хоффа. Про икея превращается в прохов. Кстати, давайте придумаем синонимы, совмещающие два бренда. И хофф. Хофф. Хуи. Хуя. А ты это запикаешь? Что я? Кто я? В общем, друзья, с вами неугомонные просины. Давайте пошутим немножко. Давайте, а то что-то мы более напряженные в последнее время. Уже все это по-русски сказать. Друзья, с вами неугомонные просины. Мы в гипермаркете хофф Нижнего Новгорода. Только что мы сняли огромный обзор. Гуляли по 10 тысячам квадратных метров магазина. Но сейчас Дмитрию Юрьевичу жизненно необходимо снять этот обзор. И мне тоже. Это не мне. Это всем нам. Всем нам нужно, чтобы мы, знаете, расслабились и поняли, что хофф это не что-то страшное. Нас здесь ждут. И, в принципе, здесь есть что купить. Но для того, чтобы мы зацепились за него, как за родной, адаптировались к новому реалии. Да. Мы вам будем сейчас искать товары, какие есть, похожие с икеевскими. Ну, как это название называется? Товары в стиле скайминг. Скайминг. Чтобы никого не обижать, а то поговаривать, что икея пока еще как тот блудный муж. Чемодан собрала, но уйти не может. И вернуться тоже. Поэтому подождем, поживем, увидим. Да. Ну, да, мы можем покупать здесь и сейчас. Ну, да. И тут максимально мы покажем те товары, которые похожи. Слушай, я вот реально понимаю, что у меня осталась одна сковородка. Одна. И через пару месяцев она придет окончательно в негодность, потому что минимум мы ей пользуемся раза 3-4 в день для готовки. Ну, когда ее разогреваешь и прочее. И, наверное, на ней не вышить. Дайдем на одной сковородке. Ну, пробежались к самому главному товару. Пошли. Во-первых, сейчас я пошла искать самую бюджетную сковородку. Она очень похожа на сковородку стека. Так, ну, другость брата с ее тут нет. Она в самом начале. Колпаки в микроволновой печи. Да. Только не в голубом цвете. В сером вообще-то она была последней вводой. В сером, да. Ну, было голубые раньше. Были. Белые цветы 69 рублей. Ну, на самом деле, вот если брать по-честному, похожих товаров много. И причем здесь товары, которых вообще даже в Икеа не было. Салфетки двухслойные 59 рублей за 100 штук. 100% целлюлоза. Где делаем? Москва. Изготовлена по заказу домашний интерьер. Так, пошли. Будет сейчас очень много кухонных штучек. Подставка, но сразу с подсдоном. Да, не кругленькие дырочки. Квадратненькие. Да, они такие большие, помельче. Но все-таки отверстия. Похоже. Всеми любимый, популярный товар, подложка для кастрюли. Нет, это подверже. Она из пробки. Там была тоже пробка, но тоньше пробка. Она гнулась. Типа хит. Да. А может я буду показывать аналоги? Как бы скрин товара и киевского. Если тебе хочется помонтировать. Вечерами, да, пожалуйста? Да, пожалуйста. А набор контейнеров очень похож на контейнеры Прута. Но они немножко иного размера. Да, здесь два варианта побольше. Нет, три размера. Вот, смотри, вот он. А вот он, да? Похоже? Он нет вертикального. Контейнер для колбасы. Дальше, дальше, дальше. Дальше пошли. Так, ты где там стеклянные были контейнеры? Стеклянные контейнеры с крышкой. В Икеа это была серия Икеа 365. Здесь уже выбираете сами, да? Крышка входит в комплект. Отдельно вы не купите ее. Как обычно, это та же форма для запекания, только в виде контейнера. Куда? К жорчику? Далеко не уходим. И к стеклянным баночкам подходим. Очень похоже на банки Коркин. Маленькие варианты. 399 рублей. Здесь 4 банки. Но они со скидкой 50%. На эти вещи обращайте внимание. Объем баночек. По 100 миллилитров. 499 рублей. 940 миллилитров 319 рублей. 740 499. Значит, ну и такое ощущение, что старая цена и уже новая цена. Ценки-то плавно меняются. Так, стаканчиком? Там серенький был. Давай, там много. Там не только серенький. Вполне зайдут, да, за миски Блада. Что мне понравилось? Знаешь, наверное, нам нужно будет сделать обзор, что я бы купила. Вот у нас, почему-то даже объясню, почему у нас дома нет масленки. Потому что керамическую стеклянную масленку, сколько я не покупала, она живет полмесяца и бабахается. Вот это железное. Даже если вы его долбанете, масло плакать не будет. И кружки. Вот я очень хочу всех вот на такие перевести. Могу? Добрая у вас мама, да? Да. И арубиневую веслу, да? Понял я. Твой намек. Так, стакан очень похожий на стакан и покал. 159 рублей в сером цвете. Очень выигрышный цвет. 365 сантиметров квадратных, ребята, это те же миллилитры, имейте в виду. Потому что знаю, что у многих будет затык, а как объем вымерять. Очень много люминарка. Я знаю, что Хофф с люминарком прям сотрудничает. Вот это тоже похоже на стаканчик и покал. Стакан под виски. 99 рублей в серии Касабланка. Вот, пожалуйста. Стопочки. Стопоречки. 29 рублей. Вот такое. Это что получается за штуку? Что-то... А так это похожий набор. А, это богемское стекло. Сорян, сорян. Так, в тарелки пойдем, потому что кое-что есть. Смотри, по тарелкам не силен. Пойдем, я тебе покажу по тарелкам. Я вот эту серию люблю, она мне нравится. Смотри, была посуда серого цвета. У нас одно кафе не успел до конца ее докупить. Да, и вот аналоги похожие очень по форме, по окантовкам. Очень много подносов схожих. Причем, смотрите, я знаю, что был поднос фруктал, по-моему, маленький. Вот такой, помнишь? Угу. Многие просили, нужен большой поднос. Вот, пожалуйста, вам большой. Он еще и с ножками. 1999 он стоит. Хотите, используйте его как столик. Хотите, используйте как поднос. Кстати, очень удобно. Даже куда-то в приемных, да? И не только. Да. И в кроватку. И в кроватку. В эпидемию. В кроватку. Не, я в кроватку не знаю. Ты в ней работаешь. Болгар? Китай. Такое ощущение, что это. Хов заранее готовились к импортозамещению. Так, по пледикам есть что-то похожее? Я не вижу пока. Вот хлопка, выйди сюда. Покрывало Митте Куадрат. Квадрат, получается, коллекция. Похоже на покрывало Индира. 140 на 2. Палестр, хлопок. Киевская область. Город Березень. Плотнее или так же? По первому ощущению. Залейте рукой. Не могу, я держу. Так же? Ну, наверное, этот товар больше не будет продаваться, скорее всего. Ну, почему? Заряд так говоришь. Все будет хорошо. Все будет хорошо? Все будет хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Будем все работать. Так, смотри, значит, вот такие. Подожди, мне напоминает полоски вот этот плед. Да. Как он назывался? Не помню. Он синий-серый. Он за серию из дешевых по 700 рублей, по-моему, был. 10 300 сейчас он? А я вот к чему нашла. Плед. Флисовый 120 на 160, 350 рублей. И самый дешевый. Вообще 199. Кстати, для фотосессий. Ну, один раз. Когда это расходник, да? Да. Вот, кстати, хлопковый покрывало. Очень похоже. 150 на 180 хлопок. Так, это название. И потому она очень дешевая. Да, 90 на 109 рублей. Кстати, вот знаете, покрывало. Стоит обратить свое внимание. Цвета получается два. Такое серо-зеленое и в сторону бордо. Нет, 1,8 метра. Ну, отсюда и ценник, потому что не хватает этих 20 сантиметров. Но для дивана вполне. Так, пошли дальше. Подушки на стуле очень много похожих. А нет, есть двушка. Пожалуйста. Те же деньги. И есть большего размера. Вот это уже на кровати. Вот это на индиру, на старую, ранешнюю индиру, которая продавалась в Икеа лет 5 назад, похоже больше. Вот на это стоит обратить внимание. А подушки на стуле очень похожи на подушки Малинда. В принципе, та же стежка, те же размеры, да и практически та же цена даже. Просто ткань разная у себя. Какой принт или не принт? Ну, вот это вообще, вот считай Малинда. Близь, макроу. Дим. Ну, практически вообще одинаково. Да, только здесь ткань чуть-чуть потоньше. Ну, подушки сравнивать не буду. Подушки, они и в Африке. Подушки просто здесь очень много российских производителей по подушкам. Смотри, вот на Малинду что похоже. И она еще и велюра, а? Угу. Сколько эта фуконака стоит? Стоит она 549 рублей. Производство Россия. Кто делает? Москва, Волоколамское шоссе. А производит Иваново. Вот это прям очень приятные подушки. Так, на подушке одеяло сравнивать будем, не будем? Эргономы очень много похожего. Я ролику подобное находил, подушку мы не будем пускать, не будем, которая находится сейчас на кровати. Ролики-то уже нет давно, ты все старые названия помнишь, а новые не помнишь. Про новое, да, там еще более сложное название. Ну, короче, артопедическая подушка 1999. Ну, это помягче, чем ролика. Да так же. Так же нужно, мне показалось, что она помягче. С охлаждающим слоем подушки есть, есть из чего выбрать. Вот, синенький. Я так хочу холодную подушечку. То, что недавно показывали мы. Вот, пожалуйста, есть и в кофе. Так, пошли, да? Разберу другий пост. Короче, знаешь, нам всем нужно адаптироваться к новой реальности, вот и все. Вот, что я могу, наверное, итогово сказать. Элисты, приятные адаптации, есть из чего выбрать. Да, и они, вот что ты. Один и все. Смотри, 499 рублей. А может, это нашему Анатольевичу купить маленькому самому партнеру Сибири Волнос игрушечку? Но я тебе про это говорю. Хочу фанить. Я тебе про это говорила, надо что-то купить. Так, не отвлекаемся, продолжаем обзор. А, так, по постелям. Здесь кардинальное отличие, потому что все постели трехи. То есть сразу идут с простынями, текстиль очень много ивановского. Простыни есть, трикотажных простыней очень много. Простыни на резинке есть такого же размера, но это стандартно, да? То есть кровати, они везде одинаковые. 90, 120, 140. Здесь, кстати, вы и 120 можете найти. Так, дальше едем. Плавно перетекаем, я думаю, в шторы. Сатиновая постель тоже есть. Ну, знаешь, по шторам все равно сложно сравнивать, потому что похожие... Ну, отутюжить не мешало бы. Совсем красиво было бы. Вот это на атлас похожее. Я прям по ткани пытаюсь найти. Но видишь, большой жирный плюс у Хоффа, что они шьют на заказ много. То есть не из только своих тканей, а те, которые, ну, работают с разными брендами, есть что выбрать. Поэтому готовых, наверное, шторта я больно не увидела. Кстати, вот неплохие шторки. Это мы уже потом будем обозревать. Карнизы есть точно так же потолочные и наборные. Вот развернись, пожалуйста. Вот двухрядные карнизы, однорядные карнизы. Тоже точно так же раздвижные, наборные. Но они хромированные. Не белые, не черные. Они хром. Дима, не белые есть. Вот они все. А есть? Да. Вот они тебе золото под бронзу. Это бронзу. Пожалуйста, серебро. Пожалуйста, под дерево имитация. Пожалуйста, белые. Чем приятно, оно хорошо разбавляется наконечниками. Что раньше, окей, это было в более большом ассортименте. Потом вообще. Сейчас, конечно, сравнить не с чем, все закрыто. Я не знаю, у нас, наверное, это ощущение какого-то предательства, что ли, да? Как же мы пошли снимать не и кей, блин, а с другой стороны. Давайте вообще тогда все сядем на шопу и будем плакать. Нет, мы продолжаем жить. Я все хочу найти по тактильности. Так, ладно, все, пошли. Не нашла один в один. Одни шторы показались, но ошиблись. Рулонки. Схожи по размерам, цветовые, гаммы, другие. Другие, да. Заменить можно. Полотенчиков, друзья мои, на вкус и цвет вообще много. Выбрать есть из чего. Если, например, брать привычные полотенца Крама, да, пачечками, которые продавались, то есть салфеточки. Вот такие под брендом МИТа выпускаются. Это Иваново производит. Дальше. Ну пока так он полно идет к халатам. Объяснять никому не стоит. Ну, ничего не надо, да? Ценник. 159 рублей, два ролика, в каждом ролике 30 листов. Сменные ленты есть, нет? Не знаю, надо найти. Ой, раньше, помнишь, такая была сушилка Мулик? Давно-давно. Потом она вышла. Кстати, вот эта сушилка путная будет. Всего лишь за 4000 рубликов. А обычно 1600. Да. Халатики есть тоже. Копии. По тем же деньгам. Вафельные халатики. И есть путевые халатики. 999 рублей. Есть детские халатики? Ну, пойдем сразу, не отказаться. Один Владимир. А где его найти? Пахнет всем подряд. У меня сразу начинает чесаться нос. Кстати. Ничего подозавтра у меня там подобного. Ну, это похоже на покрытию. Да, на софт-тач. Нет, я имею в виду, если, например, кто-то не успел дозаполнить серию, можно смиксовать просто по цвету с хоффом. Она будет покрытием похоже. Когда покрытием похоже, можно уже плясать в одну сторону. Мыльница на ножках. Полочки есть схожие. Повернись. Вот смотри, есть угловые всякие металлические модули. Конечно, наложено. Да, выставки не хватает расширения. Ну, значит, будем мы вашей выставкой. Пойдемте продолжать искать. Продолжаем диалог, да? Всем любимый и известный. Да, цена такая же, кстати. 399 рублей. Микрофон для трона. А? Микрофон для трона. Ммммммммммммммм. А, вот, зеркала-то. 599 рублей. И называется он тут? Луна. Луна. Зеркал, тьма всяких. Вот, кстати, очень похоже зеркало. Ой, вот это вообще бюджетно. Кому-то если для проведения мастер-классов, да, и красиво смотрится. Ее сменная щетка для ершика. Я знаю, что многие страдают. Пожалуйста, диаметр похожий. Даже с ручкой есть. Даже со срочкой даже. Если у вас ручки нету, в кофе с ручкой есть. Заберите просины. Блин, вот так пораскидываешься, правда, заберут. Со светом я не знаю, как. Так, да, свет очень тяжело. Мы просто пройдем в нейту. Пока мы не понимаем. Все очень... Все рядом. И почему вот? А, кстати, да. Но только по фону больше широкий. Да, там поуже было поменьше. Нет, эти сетинки симпатизируют, Тань. Вот такие овальные. Твоя стилистика. А мне вот эти нравятся. С каменьками. Нут, нут. Товарищи в золоте и в селе. Он в латуне и в стекле. 7600. Нет, пластик. А здесь латунь. Тону я купил еще. За 8 тысяч можно. А в серебре 6300. Да, он, конечно, не 100% повторяет. Ну, очень похож. Якинский, ну, похож. Серый и в бронзе. Тима, 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 Тима. Тим, а если мы обзор назовем в Икея Эндхоф? Нас заблачат? Не очень. Кстати, смотрите. Я тебе говорю с камнем. У кого? Как он? Очень большая. Вот такая пойдет. Я хочу такую комнату. Пошли дальше в ковре. Коврики. Шкурка. А по акции сейчас 900 рублей. Шкура под овечью. По чем? 900 рублей сейчас по акции. Сделано в Китае. Ковер, шкура, овечья. Но есть еще и в белом свете. Белый без акции 1600. То, что О'Кея когда-то было, теперь есть и в кофе. Кто не успел купить, раньше это очень сильно пользовался популярностью. А люди покупали в машину на сиденье. Слушай, но она больше. Ой, смотри, она. Ну, как раз сам Антон на сиденье. Очень много ковров и ковры есть похожие. Но с учетом того, что ковров просто огромное количество, они не все представлены. Ну, давайте на зеленом представим. Очень похоже, да? Да. Это Хэмптон. Еще какие у нас похожие ворсисты были. Кстати, ценник адекватный. Что-то не пойму, где сделано. Сделано в России. Тут что-то сместилось. Российская фабрика. Белка. Ничем не пахнет. Угол обшитый. Кстати, слушайте, они к адекватной. За 150 на 2,30. 5. Ну, и вот этот безворсовый. Чем-то напоминает. Он серенький. Давайте поближе найду. Что-то есть общего. Тоже сакея. Именно по текстуре. Серия Скандика. Она представлена во многих отделах. Это скандинавский стиль. Есть и кровати. Есть и мебель. Брянская область. Стенки. Поселок городского типа. Белые берега. Вы не то, что ли, берега? 8700. Два больших ящика. Прям полноценные. Даже фурнитура чем-то визуально похожа. Блосокийская. Ну, для одного человека размер у него что-то не путаешь уже. Это была бы бамбуковая серия. Да, бамбуковая я путаю. Бамбуковая похожа. Похоже, так-то визуально, да. По тону. Идем дальше. Куда без напольных защитных покрытий? Антивандальных. Кулум. Уйти раньше тут зван 90 на 90, а тут. Мир паркета, защитный, коврик защитный. Производитель мир паркета, Москва, Марксийская улица. Разбин. 0,9 на 1,2. Ну, он тоньше. Чуть потоньше, да. Но, может быть, и так и надо. Может быть. Просто у Икеи была одна часть гладкая, а другая ребрыстая. Шушаренькая такая. Какой хорошенький. Говори. Кто полочками лак не успел закупиться, пожалуйста. Подбеленный дуб черный. Есть еще разного размера. И дуб еще разного цвета. Дуб Самона и дуб Сан Рэма. Сразу предупреждаем. Оттенки разные. Ничего похожего в Икеи нет. Кубизм. На Эки ты похожа. Камера включена? Вешалка Рига. Ну, не совсем. Вот, наверное, больше похожа на Ригу. Без полки. Пожиблее вот она. Она более тоненькая. И бюджетнее полторы тысячи. Да. Я про это имею в виду. Пойдем? Кто очень давно являлся потребителем продукта Икея, помнит, что были кресла-груши. Два вида были в виде мячиков. Черный, белый. Чехлы у них были съемные. А, чехлы, да. У Хоффа всегда были они, пожалуйста, всяких. На любой вкус и цвет. И, что главное, отдельно продается наполнитель. Причем, я вам больше скажу. Если у Икеи лет 8 назад кресло-груша стоило в районе 3-4 тысячи, 3-200 и самая дорогая 5-600. То есть, в принципе, это адекватно. Ну, плюс преимущество, скажи. Отдельно у нас посыпка продается. Мешок с посыпой. Да. Если у вас нечаянно прохудился. Есть чем заменить. Самые бюджетные фоторамки, которые продавались в последнее время. Но здесь, я бы сказала, они даже поприличнее. Здесь есть стеклышко. И рамка не просто тоненькая, а еще и с выступами. Тоже обратите внимание, ценник очень бюджетный, адекватный. Ну и как раз самая бюджетная серия. Постеры, картины тоже можно подобрать. Но все они уже в готовом исполнении. Нет отдельно рапки с холстом. Это тоже нормально, Дима. Мы с тобой уже сказали в первом обзоре, что это другой магазин. Да, да, да. Плечики из полный аналог. Плечикам бумеранг. Это плечики натуры. 8 штук за 600 рублей. И меньшая пачка 3 штуки за 400 рублей. Цвета разные. Есть окрашенные. Цвета спорные. Да. То есть тут уже по вашему желанию. Вот один в один. Бюджетных пластиковых плечиков. Нет, бюджетные есть. Вот, кстати, удобные. Типа баггис? Нет. Нет, ну по форме, как у баггиса, я не нашла. Есть. Ну, плечики выбрать можно. То есть есть металл. Детских плечиков очень много. Причем очень много плечиков soft-touch. То есть soft-touch что дает? Не вытягивается вещь. Например, вязаное платье повесил. Не соскальзываю. Не соскальзываю. Это весь и не вытягивается. Фонарь. Лантерна. Китай. 4,99 рублей. Там нет? Не написано снизу по заказу. Поверила. 16 лет с этим человеком живу и каждый раз сведусь, как дитя малый. Дальше. Ну, почти аналог фейки. Хотя похоже. Маленькие кругляши такие тоже были. Аналог отдушки. Три вида. Апельсиновые сухоцветы, ванильные и розовые. Так, здесь что у нас есть похоже? Ваза есть похоже? Ну, тут по свечкам мы особо придираться не будем. Можно я маску одену? Я не могу больше дышать. Здесь уже у меня дышать. Здесь мы быстро находимся и проходим дальше. Я говорю, удухова. Нет, здесь есть свечи. А да, свечи по 4 штуки в пачке были. Не, по 8. Так. Ваза-цилиндр. В Икеа продавался штучный набор на. Пожалуйста. Вот такие вазы за одно время продавались в Икеа. Потом вышли из ассортимента. Здесь они похожие есть. Ну, соответственно, такие декоративные моменты, они уже не стыкует. Пойдем, искусственные цепи. Ведра мусорные есть несколько штук схожие. Слушай, ну, цветочки вроде как ничего так выбрать-то есть, да? Да. В вазонах. Мусорные ведерки. Аналог ведеркам полным. Вот это вообще прям как из серии. Коль, да? Такой же софтаж. То есть вот кругленькие есть, чтобы подобрать. Дальше это уже тут больше выбор их. Ну, теперь мы уже сейчас постепенно поднимемся. Наверх в мебель. Наверх и будем выбирать уже. Это мы с вами сравнили Market Hall. То есть, ну, такие-то товары, которые можно взять и купить здесь сейчас. Сейчас мы поднимемся с вами в мебель. Ну, в крупный габарит. Все, пойдем. Кто привык готовить на сковородке, на самый бюджетный, все то же самое. 24 сантиметра. Только бордового цвета. 199 рублей. И набор кухонных принадлежностей. 259 рублей. Лопатка, положник, черпачок. Пойдем? Поинг был у Икеи разборный. Отдельно подушка, отдельно кресло. Но аналог есть. 14 тысяч к нему еще и есть. Каркасики, да, под ноги. Я сейчас засемлюсь, присяду. Я, в принципе, поинг очень люблю. У нас он живет... Кстати, у нас поинг живет на балконе. О, получше даже? А ноги? Ну, я в ботинках. Так же удобно? Удобно, очень. Больше поддержка. Хорошая, плотная, крепкая подушка. Так, смотрите, нашли похожий диван. По акции сейчас 16 тысяч. Это диван-кровать. Одна из самых бюджетных. Серия Парма. 16 тысяч стоит. Очень похоже по ткани. Ножки только немножко другие. И функционал, в принципе, тот же. Напоминаем в кофе данный тип дивана в разных расцветках. Есть и в серый, и темно-серый, и так далее, и т.п. А серо-буракоявчатый? Под заказ. Под заказ. Все, как по вашему желанию. Классика жанра. Только ручки другие. Да, обычный бюджетный комод. Комод назывался у нас Талдали. Да, здесь он называется комод-лофт. Сейчас цена 5300. Цвета белый, серый, бежевый, темно-серый, коричневый, черный. В общем, на вкус цвет фломастер разный. Высокий комод. Дима терпеть не может комод. У нас долгое время дом был из комодов. Хлама-сборник. Хлама-сборник. Это бесконечное, да? Так, мы с тобой находили аналог комода Мали. А вообще нас с тобой на сайте заинтересовал очень вот этот комод. Да? Да, давайте покажем. Как же не относится к этому? То, что он еще своеобразный? Да, тут. Более такой воздушный. Он эффект в разделении ящиков. Так, идем дальше? Да. А, табурет, кстати, Мариус. Черный. Где? Вот. Черный табурет Мариус. Да. Только сидушка-сидушка другая. Чувствую поплотнее. Нет? Потрогай. Она железная. Наша ижевская Ника производит. Наша отечественная и любиваемая. Да. Удмуртия, Ижевск. Она железная. Да, да, да. Поверил тебе. Прикольно. В общем, импортозамещение в полном виде. Разгаре. Разгаре. Ну, блин, а что, извините, у нас Куба. Кстати, дешевый диван, который вышел из ассортимента. Был диван сольства. Всем известный диван сольства. Пожалуйста, диванчик Куба. Он сегодня у нас продается за 9800. Ты, слушай, заметно сразу, что ты в ресторанах работал сегодня в нашем меню. Дальше, смотри, складные стулья. Они есть в разных расцветках. Есть также и неокрашенные. Всем известный стул Терье, по-моему, да? Три тысячи. А, нет, это другой стул. Это вообще к столу Бетти относится. Массив тополя 2500. Ну, сразу замечу, немножко иная форма крепления. Он из тополя. Из тополя даже у кого. Пойдем? Мне вот эта серия понравилась. Стулья показывай. Пожалуйста. Стулья Лиссабон и еще какой-то из массива березы. Очень похожий на... Покажите, пожалуйста. Таллин. У народа. Удмуртия. Тоже Удмуртия, село Чепца. Так, покажите. Чего? Тим, ты вытащил два стула, что их теперь не достать? Требуешь, покажите. Да, обивка, конечно, иная, но форма имеет смысл к показу. Потому что уйти были подобные. Полный аналог нашли. Галошник Цитронос. Если не ошибаюсь, он начал забывать название. В сером цвете, по-моему, в каких-то сейчас цветах. Белый и черный. Белый и черный 1629 за единичный модуль. То есть удобный плюс. Вот такая выемка, более глубокая. Как полк. Да, как полк. Так, что еще мы смотрели? Какие-то газетки. Ну, типа Хемнесс есть, но он без ручек, пойдем, пойдем. Там люди. Ну, я на черном варианте покажу. Да. Вот. Аналог. Ну, с подушкой. Да, но на чусик похоже, не на Хемнесс. На чусик, да. Но, пока я на ручке были, в середине, это... А, здесь подушка. На всю длину. Прям хорошим ядникам. Так, по калужнице мы застряли и находим очень постепенно, очень много схожего. Ну, по крайней мере, вырезы примерно одинаковые. Узкая, белая, на ножках. Да и пластмасска с чем-то схожим. Да? Боковая. Чего посмотрим, кто сделал. Мне вот это нравится, прозрачность. Ижевск. Сколько выжевски? Аналог ПАКСа, только в ХОФе. Он схож приблизительно на 60% с ПАКСом. Примерно одинаковые направляющие для роликов двери вверхи. Также мы можем увидеть отверстия под полки тоже. В виде трех полос, трех вертикальных полос подкрепленных. Так же крепления очень схожи. С преферроцитом ящики. Ну, как бы... На таких же полосе. Как объяснить, похож на 70% на систему ПАКС. Это двухметровый получается. Два по метру. Нет, два по 50 и один метрушка. Вот что здесь. Также каркасы беют два вида. Это под дуб. Черный даже еще есть. Черный, белый. Ребята, мы пока не шарим. Мы показываем. Пока показываем. Все в таком исполнении. Дим, варианты цветов. Белый, дуб табачный, дуб сомный, ясень, черный, тоскония. Вот аналог гардероба открытого. Даже есть угловая секция. Да, кстати, какой раньше был у такие полнооценника? К сожалению, много-много товаров представлено в интернет-магазине, но не представлено на выставке. Это наподобие. Есть стиль сканди, это металл черный с полками. Помнишь, что мы разобозревали стеллажи? Очень много из этого есть. Есть ассортимент, который на сайте. Я не помню название. Я фотографию вставлю сейчас. О чем я имею в виду? Именно вот этот стиль также представлен только в интернет-магазине у Хоффа. В наличии мы, к сожалению, это не нашли. Очень много похожих матрасов. Но здесь все просто. А с кона то же самое, токбуком. Да. Кстати, шкаф Тадален. Да? Да, он и есть. Да, шкаф Тадален. Простой, как пять копеек. Ну, Дим, кому-то нужно обычный простой шкаф без заморочек. У нас в родителях и спорт такие же. Даже, знаешь, чем похож Тадален? Вот этой серединной перекладины как усиление жесткости. Вот этот элемент. Деревочная Тадалена. Надо только один раз собрать и забыть. Нет, и больше не любить, да? Так, смотри, по кроваткам. Что-то я очень много сейчас с мягкими заголовьями неактуально. Пойдем, я покажу пару кроватей, которые я заметила. И пока Татьяна Павловна идет к кроватям, я покажу беглых, что есть в стиле сканди в интернет-пагазине. Я сейчас закидаю вас картинками. Бойтесь, если Юрич начинает чем-то закидывать, вы можете не отмахаться от него. Тут нет. Я очень ждал и хотел посмотреть именно этот товар визуально, но не увидели мы. Или не нашли. Одно из двух. Очень много кровати с мягкими изголовьями. По кроватям что мы на... Нет, во-первых, кровати очень много в интерьерах с кровати. Лервик, Ифта, забыл название, черного цвета. То есть стилистика похожая. Ну, вот что-то есть общее. В общем... А, вот, щи один в один. Вот один в один от слова совсем один в один. Еще и тумбочка, которая была раньше вместе с комодом Раста, была такая тумбочка, Дим. Да, 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 да. И кровать точно такая же, как Нейден, а раньше была в селе, в селье. В общем... Еще вот есть. Ну, пошли еще пару штук, меня отпустила. Что-то схожее с Хэммсом. Это Хэммс, это старый классический Тодолен. Слушай, меня отпускали ничего. Знаешь, почему? Мы, когда первый обзор снимали, я с Димой делилась. Он же у меня хотел, да, вот диван вообще один один. Хэммс, я ищу этот Фрихтон, ребят, вот он, вот он, вот он, я он без этого, вот он, фрихтон, вот он, ребят, я нашел его так разного цвета. Вот же, вот, вот серый, вот, ты раньше сидишь, да. У Фрихтона нету. Пожалуйста, вам выбор. Или хотите с подлокотником, или, как в Икеа, без подлокотника. Вот, смотрите. Есть вариант, как угловой, так и обычный, как и раньше, окей, два вида дивана Фрихтона. Все то же самое, есть в ходе. Фу, я нашел, я только за этим приехал. Знаешь, почему меня выдохнуло? Ну. Вот есть два варианта. Сидеть и скулить, что все плохо, что все изменилось, и мы не знаем, куда двигаться, либо просто брать и менять направление. У меня сначала было ощущение, ну, как мы Икею предаем, да. Как же так, как же мы можем. Нет. А с другой стороны, а почему мы должны кого-то предавать, кто у нас никогда не ценил, да. Посмотрим, конечно, вернется Икеа, если, ребят, вернется с адекватным ценником, гоу, мы будем обзоры снимать и товары возить. Все зависит от соотношения цена-качество. Потому что, как было в последнее время с наличием, когда люди, да, ждали, по полгода выковыривали, ладно, это под заказ, я понимаю, вот я из Вьетнама жду мебель под заказ, она под меня делается и ездит. Но когда она просто отсутствует, как вид, но с меня за нее деньги берут, вот это вот, наверное, в общем, я выдохнула. Пошли все в жопу, мы дальше работаем. И давай еще покажу последний мебель стиль Scandic, называется, да, по-моему, если я не правильно запомнил? Да, Scandic. Иди. Не будем, я есть, и там закончим. Ну, давай. Во-первых, вот эта серия бастер. Так, вот это стиль Scandic. И стиль Юска вообще. Да, это, кстати, не стиль Кея, это больше всего к Юску вопроса, да? Ага. Очень много такой приблизительной мебели мы обозревали. В Юске. В Юске. А можно ваш попу попросить переместиться вместе с камерой? Это стиль Scandic. Да. А вот это очень похоже на Best, это тоже наборные модули. Кто у нас производит? Производит у нас Нижний Новгород, кстати, Памирская, дом 11. Ну, и чем-нибудь, что она черная? Так она в разном цвете может быть изготовлена. Ну, тут как-то неудачно, она плачевная, темно-темно-темно. В общем, что я резюмирую лично? Я, кстати, вот вьетнамское, про что мы говорили. Так, подожди, пауза. Я это, простите меня, я без стабилизатора. Надоело уже мне его одевать и заснимать, потому что меняю четвертую батарейку. В общем, мы заканчиваем снимать. А снимаем и заканчиваем на самом интересном, по нашему мнению, серии мебели из Вьетнама. Давай, презентуй. Мы хотим это подчеркнуть, заканчивая этой серией мебелью, что в кофе можно найти свое. Только надо искать, уметь. Не просто бегло пролезу. То есть от базы, скажем так, от масс-маркета до эксклюзива. Вот сейчас я сижу на эксклюзиве. Мебель из массива акации, МДФ. Производится она во Вьетнаме, строго под заказ. И приходит уже в сборном, упакованном, заполеченном виде. Приезжает в контейнере. В контейнере, да. Ее распаковывают и привозят вам. Ребят, очень круто выглядит. Да, она специфичная. Да, она определенного стиля. Да, она кому-то не зайдет, и кто-то скажет, да идти твое налево за стул 20 тысяч отдавать. Мы сейчас о другом. Мы сейчас не о цене, а о ценности, что можно найти свое. И знаешь, наверное, вот я хочу подвести итог. Сейчас же очень многие говорят, хочешь что-то изменять, начни делать по-другому. Да, хочешь быстро расти в каком-то направлении, делай по-другому. И вот сейчас для меня реально у меня в голове складывается картинка, что, возможно, вот эта вся ситуация и начало интеграции с Хоффом – это по-другому. Это новое. Да, это с одной стороны страшно, и мы, как и вы, тоже не понимаем, как и что. Особенно мы прекрасно понимаем службы доставки Икеи, у которых вообще лишились дохода. Таких есть очень много. Я знаю, что… Как правильно сказал наш менеджер в дынешнюю Хоффу, десятилетиями построенный бизнес на доставке товаров из Икеи в один час в руку. Ну, ну. Я знаю, что есть ребята, кто вообще даже в депрессии обращаются к нам за средствами сибирского для восстановления. Потому что, ну, мы… Мирва. Да. То есть это тоже нервы, тоже все живые люди. Меня, например, сегодня накрыло во время обзоров. Я понимаю, Горде, я больше не могу, но я собралась в кучу, дальше пошла, сейчас весело. Ну, сейчас уже нормально стало. Суть-то какая? Всегда можно найти выход. Вот. И вот кто, например, еще выход не нашел и понимает, что, например, ну, по какой-то причине вы не можете интегрироваться с Хоффом. Допустим, он у вас есть в городе. Вот в Тюмени есть Хофф. Вот есть. И доставки товаров Икеи есть. Соответственно, приглашаю в очередной раз. Скоро, думаю, наверное, приглашать перестану. Пока ваша клиентская база, друзья, ваша, она с вами, она вам доверяет, у вас есть возможность эту клиентскую базу познакомить с сибирским здоровьем. Через нас. Поэтому, кому это интересно, мы уже интегрировали много служб доставки товаров Икеи, пишите, мы вам поможем. А к тому времени и решение найдется. И, возможно, точно так же вернется Икея на рынок и начнет понимать, что они не единственные, и начнет по-человечески относиться к посредникам. И чем дольше Икея думает, возвращается или нет, Ахофф не дремлет. Тем меньше вероятность того, что ее будут ждать до победного. Да, сейчас кто-то скажет, ой, да как вы так можете говорить. Мы не продались. Ребята, это реальность. Вот это реальность. Мы до сих пор еще не все деньги по возвратам получили от Икеи. Ладно, все, лирика, мы поскакали. Нам еще впереди 4 часа дороги. Будем рады общению. Да. В комментариях с вами. Всегда. Помните, да, что мы размещаемся на Ютубе, но мы очень вас просим подписывать и смотреть наши обзоры на Яндекс.Дзене. Немножко другими словами скажу. Мы в Ютубе до последнего. А если уже когда произошло, не дай бог, вы нас можете найти на Яндекс.Дзене. Поэтому лучше рекомендуем сразу подписаться, чтобы вы нас не потеряли. На всякий случай. Да. Чтобы не было как с Телеграмом, когда все с инстэм в него ринулись, и там вообще пошел хаос. Смотрите нас на Ютубе, но за галочки подпишитесь на Яндекс.Дзене. И смотрите там тоже. Все. До новых встреч.